Друзья, всем привет! С вами Игорь на канале Homemade. В своих видео я показываю, как сделать то или иное электронное устройство. Очень много приходится паять. Без качественного инструмента работать довольно сложно. Меня выручают мой любимый паяльник SH72, который я модифицировал и добавил в него функцию сна. Об этом на канале есть отдельное видео. Но сегодня я хочу с вами поговорить о другом незаменимом инструменте. Это микроскоп для пайки. Ранее я уже имел дело с цифровым микроскопом AD207 компании Understar, которым пользовался долгое время и использовал его в своих видео. Я даже пробовал сделать свой собственный электронный микроскоп, но по качеству он значительно уступает микроскопу заводского изготовления. Сейчас у меня на столе цифровой микроскоп AD209 компании Understar. И о нем мы сегодня и поговорим. Если вам интересен этот микроскоп, то в описании под видео вы найдете ссылку на официальный магазин. Назначение микроскопа сложно переоценить, так как он позволяет рассмотреть мельчайшие компоненты и крайне полезен для пайки и ремонта, и не только. Начнем, пожалуй, с комплектации. Микроскоп AD209 поставляется в хорошей упаковке. Компания Understar учла недостатки упаковки микроскопов предыдущих поколений. И постаралась сделать упаковку максимально надежной, что радует, так как мой первый микроскоп пришел разбитый. Из комплектации первым нас встречают подробные инструкции на английском языке. Далее под плотной упаковкой находится огромный 10-дюймовый микроскоп. На передней панели находятся привычные кнопки управления и окошко для управления пультом. Пульта в комплекте, к сожалению, нет. На микроскопе установлен съемный объектив типа А с фокусным расстоянием от 12 до 320 мм и кратностью от 3 до 200х. В комплекте также имеется объектив типа L с фокусным расстоянием от 90 до 300 мм и кратностью до 80х. Зажимы-держатели для предметного столика. Стойка с регулировкой высоты. Высота стойки примерно 27 см. Кабель питания и он же пульт управления подсветкой и включением микроскопа. И основание микроскопа. Предметный столик с встроенной гибкой подсветкой. Основание имеет размеры 180х200 мм. Вот и вся базовая комплектация. При необходимости можно дополнительно приобрести пульт и ультрафиолетовый фильтр. Сборка максимально простая. Для начала нужно прикрутить стойку к основанию. Далее необходимо снять объектив, так как винты крепления объектива будут мешать установке микроскопа. Устанавливаем микроскоп в держатель. Он входит довольно плотно. После этого можно установить обратный объектив и затянуть винты крепления микроскопа. На обратной стороне находится разъем для подключения кабеля питания. Используется разъем типа Type-C. И для питания микроскопа можно использовать любой Type-C кабель. Рядом с разъемом питания находится гнездо для microSD флешки, которое мы сразу же и подключим. На нее будут сохраняться фото и видео. С обратной стороны основания микроскопа находится разъем для подключения питания подсветки. Теперь при помощи пульта можно увеличивать или уменьшать яркость подсветки. Микроскоп полностью готов к работе и теперь можно пройтись по меню и настройкам. Для удобства дисплея микроскопа можно легко наклонить. Наклон происходит довольно легко. Фокус настраивается при помощи регулятора на объективе микроскопа. Также фокус удобно настраивать, регулируя высоту микроскопа. На передней панели находятся кнопки управления. При нажатии кнопки меню происходит переключение между режимами видео, фото и просмотром SD-карты. Если зажать кнопку меню, то откроется меню настроек. В настройках видео первый пункт это разрешение записи. Установить цикл записи. Это максимальная продолжительность записи видео для циклической перезаписи. От 1 до 5 минут. Далее можно настроить экспозицию и добавить текущие даты и время на видео. При повторном нажатии на кнопку меню можно перейти в настройки самого микроскопа. Здесь можно установить дату и время. Можно установить язык. Русский язык поддерживается частота обновления дисплея, формат это стирание карты памяти, сброс до заводских настроек и можно посмотреть версию прошивки микроскопа. При повторном нажатии на кнопку меню произойдет выход на главный экран. Если переключиться в режим фотографии и в этом режиме зайти в меню, то откроется меню настроек для фото. В разделе разрешения можно увидеть поддерживаемое разрешение. Ну а нужно помнить, что в микроскопе установлена матрица всего на 2 мегапикселя. Можно снимать последовательность. Далее качество изображения, резкость, баланс белого, ISO, экспозиция, стабилизация, предпросмотр отснятых снимков и добавление даты и времени на фото. Начнем с теста максимального приближения. В кадре сейчас компонент типа размера 0.8-0.5. Расстояние от объектива до печатной платы составляет примерно 2 сантиметра. Максимальная высота, на какую может подняться микроскоп, составляет 23 сантиметра, что реально очень много. Ну а теперь пришло время к реальным тестам в работе. Как вы видите, при быстром движении есть небольшие волны. Но быстро двигать рассматриваемый объект все равно никто не будет. Поэтому на этот недостаток можно не обращать внимания. Задержки в изображении нет, картинка быстро реагирует. Настройку фокуса можно быстро сделать, поднимая или опуская микроскоп. Можно быстро настроить резкость на надписи компонентов или вместо пайки. А теперь перейдем к тестам в реальной работе. Продолжение следует... Продолжение следует... Что я могу сказать о результатах использования этого микроскопа? Первое, что впечатляет, это невероятно огромный дисплей, на котором легко рассмотреть любой компонент. Второй важной особенностью этого микроскопа является очень большое фокусное расстояние, что дает много пространства для работы. Качество картинки и четкость изображения очень облегчают работу. Так что, если вы еще не решили покупать электронный микроскоп или нет, то я вам рекомендую приобрести этот незаменимый инструмент. Он в значительной степени упрощает работу. Обязательно напишите в свой комментарий и не забудьте подписаться на канал. Впереди у нас еще много интересных проектов. Всем пока!